Да, мы продолжаем нашу рубрику. Мы ее продолжаем? Ну, король, на аж четыре должен пойти. Зачем ты какими-то окольными путями ведешь? Да смелее! И через наш три. Я хочу, я хочу е-пец. Ну, сейчас он пойдет е-пец, все будет хорошо. Вот король где надо оказался. Ну что, пора бежать отсюда тебе. Понимаешь, мы отдали целого ферзя. Мне кажется, дебют не удался в этой партии. А он не видит. Ну тогда ладно. Тогда мы выиграем материал. Забег короля оправдался. Белые остались лишним конем. Кто бы мог подумать? Нет, пару пешек, да. Да нет, вообще. Я даже говорить не о чем. Нет, вообще. Я думаю, что он действительно перевес в этой позиции. Так, ну что, ну. Король же два? Ну, наверное. Немножко странно. Не, ну нужно ходить королем в этой партии. Еще? Вот же достаточно. Да. Из первых четырнадцати ходов мы сделали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ходов королям. Мне кажется, это неплохое показать. Итак, Селби выходит на очередную сотенную серию. Он хоть одну сотенную серию сделал вообще в этом матче. Ну вот только сейчас. Что он выходит на очередную. Ну да, вот только сейчас. Ну, видимо... Ну, кстати, сейчас позиция очень хорошая, но уже есть отрыв. Вот смотри. Очень важно... Слон Е2. Очень важно мыслить... Нет. Очень важно мыслить стратегически в шахматах. Да, многие шахматисты вошли бы слон Е2, но более упоротые шахматисты подготовят развитие на С4. Да, ну для чего? Чтобы разменять белополов и обнажить пункт Д5. После чего наш слон на С1 хороший, а слон на Ф8 плохой. Это глубокая стратегическая идея. Да, но у нас лишнее блесо, ладья. Вот видишь, ты мыслишь приземленно. Так, пока у нас есть несколько секунд, мы покажем всем зрителям статистику этого нига. Нашего нига? То есть, ну да. Это будет нелегко. Это ниг соперника, что ты делаешь. А, давай наш ниг. Давай. Можно? Итак, многие жаловались о том, что мы вот выкладываем... Выкладываем партии избирательно, но поверьте, это не так. Мы выкладываем все-все партии. Льем все подряд. Погнали. Просто с нашим невероятно блистательным стилем игры соперники не справляются. Да, нам только мат. Да, видимо, это будет первая партия, где они с ним справятся все-таки. Ну, просто один из-за единственного. О, да, защитить пункт С7, это очень важный в этой позиции. Куда коня соштрелить? И ослабление. Мы нуждаем П6, да? Да, 9 коня. И пока пусть отдыхает. Может на Ф4? Ладно, пора взрывать центр. Согласен? Ну, радикальные меры. Да. Радикальные меры, да? Да. Понятно. Бьем. Как ты делал этот ход? Ну, это сильно. И здесь мы запланировали как? ФС-H1? Ну, мы ничего не запланировали на этот ход. А, ты не видел ничего, да? Сделай вид, что так и было задумано. Вот, Феркс ворвался в бой. Да, тут важно только не потерять его в бою. А можно съесть ладью. С ладьей всякое будет жить поприятнее. Вторую, между прочим. Да, у белых довольно много ладей в этой позиции. Это наш шанс. Одна. Ну, одна это больше, чем ноль, согласись. А вот теперь, правда, их становится пором. Но у нас есть... У нас больше слонов и коней. Это тоже очень важно. Так, ну, как показывает практика, коней в стране, в принципе, в принципе, не так много. А, размен... Тихо, 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 способ выигрыша, согласись. И коней в 5, да? Все белые поля наши. Да. Это была наша, вообще, была наша... И салонная. Стракт нет. Да, и салонная дыхо застала. Я даже не беру фигуру. Намного важнее захватить все белые поля. А теперь можно захватить и черные поля. Довольно легко захватывать поля, когда у соперника нет фигур. Селби сотни не прошла. Итого 46.0, и мы продолжаем веселить вас очередными бредовыми шахматами. Очередная победа. Чувак прочувствовал. Улучшает нашу статистику. А да, кстати, люди-то подумают, вот так они набираются. А на самом деле не так. Да, на самом деле все не так. Вот эти на самом деле как-то набирают свой гигантский рейтинг. Так, С4. Все, отлично. Я придумал просто потрясающий полон, тебе понравится. Мы с Кириллом условились, что продолжаем сегодня записывать камбэки до того момента, когда потерпим первое поражение на этом микке. Я думаю, что этот момент близок, судя по тому, как ты трактуешь дебют. Дебют и чё. Ну как бы да, белые поля наши, но вот придется слона защищать. Ну, я хотел красиво перевести. Как же вверх мог попасть на F1? Да, ну, теперь стоп. Теперь D3. Очень важно пойти в D3. Хорошо. Так, ну и король дадим. Так, я хотел бы вывести ферзя просто. Стоп, тебе нужно коня что-нибудь найти. Нет, смотри, 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 смотри. Провокация. А, ты хочешь два коня съесть? В чем провокация? Он не поддался все равно. Тогда разобьемся. Смотри, коня идет, видишь, мат, давай. Ну нет. Он дракирует под атаку. Грубая ошибка позиционная. Ну да, сейчас вообще уже G4, может быть. И ферз на F1 окажется там, где надо. Ну, не совсем, но... Нет, ну стоп, сейчас скидывать. Да, и после короля F7 мы отдали последнюю активную фигуру, которая у нас была. Ладно, слоны F3. Поэтому воздержимся. Нет, такой план. Видишь, он так испугался атаки, что заранее бежит. А, кстати, это может быть даже хорошо, нет? Вперед. Вперед. Коня утвердился знат, надо бы сказать. Конь, да, но его очень легко согнать, с сожалению. Как? F7. Ну, надо, значит, быть к этому готовым? Ну да, ну так. Как? Хороший вопрос. Есть идея? Нет. Ну ладно, будем жертвовать материал. Ну, конь F4 имел свою, да? Да. И после F5 конь G5. Ну, все равно конь G4. Нет, почему? Может было слон F3 пойти, и слон F3. Зачем ты хочешь пойти слон F3? Ну, сейчас уже не хочу. Ладно, смотри. F4, активно играем. На конь G4 слон F3. Действительно. Твой план работает. А, он меняет коня. Что-то не подумал, что конь может туда пойти. Это обидно. Может быть, стоит взять наш 8? Ну, наверное, пора. Наверное, пора. Заставить его бить. Немножко неожиданно побило, я должен сказать. Да. Ладно. Развиваемся. В итоге у нас получилось какое-то нормальное, совершенно нормальное английское начало. Ну, обычная позиция. Ну, нет, мне, конечно, не обычная. Ну, у белых просто лучше, наверное. Ладью еще отжать. Король Е2. Как зашадину, что ли? Король Е2. А потом под черным полем зайдем. Красивый бой. Или там ферсов 8? Нет. Почему сюда? Ну, чтобы напасть на слона. Чтобы ему было более заманчиво взять эту ладью. А, вот какая тонкость. Это психология. Мы же с тобой обсуждали психологию в шахматах. Это то же самое, как ты отдаешь ладью на 3 во всех дебютах. Видишь, сработало. Это основное, в 6 было сильнее, скорее всего. А у нас теперь одни легкие фигуры, а ими довольно тяжело ставить мат. Да, тяжело, но фигуры очень убедительны. Вот куда девать коня сна. Через 6. Ну, конь куда-то уйдет, там, в G5. Может, конь Е8 вообще. Заходить так по полной. Внутро. Это называется внутро. Нет, я серьезно. Просто на фигуры 6 надо конь Е8 играть. Иначе не будет атаки. Так, ну он позволяет на фигуры 1 пойти. Заходим со всех сторон просто. Ну да. Ну, видимо, тут поплохело. Резко. Конь на Д6 решил судьбу партии. Так, 34 на столе. Ой, 34 разницы, 51 на столе и атака. Это 7-10, ребята. Понимаешь, что в тот момент, когда ты сказал 34 на столе, 51 разница, у нас было 34 секунды. В сопернике 51. Ну, это ко мне пришло кое-то. Так, ну хорошо. С следующим ходом мы дадим мат, поэтому соперник сдался. Мы продолжаем против играть против... Ирочки. ...случайных соперников. Да. Шахи. Да это вот тупость. Ну, хотя тут Б5, сам Бог велел. Конечно. Атака на Херзен фланг. Ну, тебе придется сдаться, правда. Слушай, нет, 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 стоп, даже шах. У нас есть шах. Нет, 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 только не шах. Разрываем другого фланга. Где твоя радостная игра, не пойму. Почему я должен за тебя все делать? Тогда же шесть, тогда же шесть. Что? А как же шах? Ничего, шах в этой партии еще будет. Один. Нам. Причем это будет единственный шах в партии. Так, нужна закрытая позиция. Да, я пытаюсь вынудить Е6 по этому. Ну, понимаешь... Что? Что ты хочешь сказать? Не стесняйся. Я считаю, что у нас крайне слабая пешка была. Надо пользоваться с четырех. Ну, ладно. Не в пешке играем. Аж пять? Аж пять. Ты, конечно, Аж пять. Аж пять это банально, подожди. Аж пять это вот как... Вади Аж шесть. Отдай его не банально. Ладно, согласен. Слушай, бьют же люди, а. Хорошо, теперь надо понять, за что мы отдали материалку. Ну, за ферзу по шесть, видимо. Смотри. Сейчас будет ударящий. Ты готов? Давай. Талант. Победа. Смотри, какая победа? Владимир Туальевич. Потому что три, я думаю. Понимаешь? В атаке должны участвовать не только фигуры, но еще и пешки. Ты не понимаешь. Я чувствую. Я даже по ту сторону экрана чувствую этого, как бы, недоверие. Оно висит в воздухе. Я смотрю, как селбы загорят очередной фраг. Почему ты не смотришь, как мы провели блестящую атаку на короля? Просто талантливая. Ох, ударяще. Ну, просто россыпь моментов. Россыпь. Так. Ну, Спартак бьет всех ногами. Похоже на чемпионат России по футболу, да? Да, нехило. Друзья, будем менять? Нет, я хочу выиграть, вообще-то. Поменять тоже можно. Ну, да. Все по первой линии. Были как могли. Так, ну... Ирочка... План такой. План такой. Сломбе 7, 3-0, и ладья Аш-8. Причем я предлагаю сделать это в максимально прожном стиле. То есть сейчас на слон Д5 я пойду 3-0, и на слон Б7 я пойду король Б8. Типичная вот прожная идея, чтобы на один ход партия короче была. Ты согласен, что это блестящая идея? Да, это бред редкостный. Вот смотри, слон Б7 король, если взять слона, то будет шаг на А7. И партия как бы затягивается. Ну, да, да, да. Король Б8, это вот, это я уверен, что это первая линия компьютера. То есть я уверен, что наша соперница оценит. А почему не король Та, ну да. Король С7 тоже не я. Король С7 Б6, да. Или какой-нибудь Д5. Да. Ира была избита ногами. По-моему, нам пора завязывать. Да. Потому что это уже пятнадцатая партия. Бредовая партия подряд. Так. Да. Ну…